Тяжело в учении, легко в бою. Но с этой поговоркой согласны далеко не все. Молодые ученые знают, как защитить кандидатскую, сделать изобретение или вывести новую формулу. Сложности возникают тогда, когда не хватает средств на реализацию идеи. Достойные исследования остаются без внимания, а хорошие ученые уезжают за границу. Там больше возможностей. Чтобы обсудить эти и другие проблемы, за круглым столом в высшей школе менеджмента СПБГУ собрались молодые ученые из разных вузов Петербурга, предприниматели и чиновники. Можно обратить внимание, что молодежь очень активно вовлечена в разговор и даже возникают некоторые не просто дискуссии, а даже спор, различные точки зрения, мнения. Но что радует, что действительно все нацелены на то, что научной деятельностью надо заниматься. На тему, чем же именно должен заниматься ученый чистой наукой или еще и предпринимательством, развернулась целая дискуссия. Одни уверены, чтобы научные достижения увидел свет и принесли пользу миру, необходимо уметь продавать свои изобретения. Другие хотят сосредоточиться исключительно на исследованиях. Как молодой ученый я сталкивался с такими проблемами, как бюрократия при подаче заявок на гранты. Например, в 2012 году я все лето провел только за тем, чтобы писать заявки на гранты. Я не занимался наукой. Три месяца писал заявки, провел около 30 пачек документов, каждый из которых от 50 до 100 страниц. И это было совершенное безумие, потому что это очень сильно подорвало здоровье. Еще один вопрос, который обсуждали на круглом столе, проблема общения между молодыми учеными. Чтобы наука развивалась, одной финансовой поддержки недостаточно. Я для себя сегодня вынес то, что город все-таки заинтересован, ну, не только на словах заинтересован, но и активно, не знаю, пытается содействовать организации каких-то мероприятий, которые, целью которых является, ну, какое-то создание лучшего, что ли, климата и среды для молодых ученых в городе. По итогам круглого стола была подписана резолюция о грантовой поддержке, популяризации науки, создании электронной площадки молодых ученых Петербурга и многом другом. Самые острые и актуальные проблемы науки теперь будут решаться на государственном уровне. Важно, чтобы после подобных дискуссий были в органы власти и в вузы внедрялись какие-то конкретные изменения, потому что та резолюция, которую сейчас готовят на основе этой встречи, она как раз поможет, мне кажется, передать в органы власти те идеи, которые были обсуждены, те предложения, которые были обсуждены участниками встречи.